Четвертый модуль курса «Академическая грамотность» посвящен академическому письму. Но прежде чем говорить о том, какими должны быть письменные работы и как их правильно оформлять, давайте ответим на вопрос о том, а зачем вообще нужны письменные работы. Курсовые работы, дипломные работы, эссе, аннотации – все они стали неотъемлемой частью любого учебного процесса. Но почему? Я думаю, что многие студенты задавались таким вопросом – зачем писать курсовую работу и какая от нее польза? Может быть, преподаватель просто стремится загрузить студента какой-то работой? Так сложилось, что без письменных работ сегодня нельзя получить диплом или ученую степень. Нужно писать дипломные работы, чтобы стать бакалавром, и диссертации, чтобы стать магистром или кандидатом наук. Даже чтобы просто пройти какой-то курс, нужно писать курсовые работы, рефераты, эссе и тому подобное. Но есть ли в этом какая-либо польза для студента? Несомненно, есть. Давайте посмотрим и вместе подумаем о том, почему писать работы действительно полезно. Во-первых, это помогает студенту систематизировать свои знания. Вам может казаться, что вы прекрасно понимаете какой-то вопрос. Но только начав оформлять свои мысли письменно, вы осознаете, что не так все просто. Вы переосмысливаете, строите логические связи, и прежде чем выразить свое понимание в письменном виде, исключаете противоречия. Письменная работа помогает вам систематизировать знания, упорядочивать их. Это как зеркало, которое отражает степень понимания вами учебного материала. Поэтому любая научная письменная работа показывает овладение студентов определенным уровнем знаний или достижение им определенного уровня квалификации. К примеру, для получения кандидатской степени, что соответствует степени доктора философии или PHD, надо написать диссертацию. Для получения диплома о высшем образовании необходимо написать письменную работу, которая называется дипломной. Во-вторых, письменные работы стимулируют более глубокое изучение определенных вопросов. Чтобы написать работы, вам часто приходится прибегать к разным источникам, искать дополнительную информацию. Все это, несомненно, помогает вам лучше вникнуть в тот или иной вопрос, лучше его понять и в нем разобраться. Но это еще не вся польза от письменных работ. Когда вы излагаете свои мысли в письменной форме, вы также учитесь их правильно формулировать. Этот навык очень важен сам по себе. Ваш мозг приобретает огромный опыт, которым в будущем поможет вам говорить яснее и конкретнее, лучше доносить свою точку зрения. В-четвертых, письменные работы помогают студентам приобрести умение анализировать и делать выводы. Правильная составленная письменная работа, а о том, как это делать, мы еще будем говорить, должна иметь логическую структуру, которая ведет к конкретным выводам. Это развивает логическое мышление, умение анализировать. Это очень важный навык, который просто необходимо приобрести во время учебного процесса. И, наконец, это опыт, который ведет к формированию вашей личности. И хотя написание работ – это большой труд, особенно если вы не привыкли к этому, но, как и любой труд, он формирует нашу личность, способствует не только приобретению знаний, но и выплавляет наш характер, учит нас добиваться целей. Написание богословских работ – это творческий процесс, это замечательная возможность для самовыражения. Поэтому, прежде чем браться за эту работу, конечно, если у вас есть выбор, важно разобраться, какую цель вы перед собой ставите. Сообщить ли другим о ваших оригинальных идеях, просто ли получить зачет, поупражняться ли в написании научных текстов, или есть какие-то альтернативные цели. Каковы же истинные цели написания работ в процессе учебной деятельности? Во-первых, следует писать, чтобы выяснить для себя какой-то вопрос, чтобы самому достаточно полно разобраться в той или иной теме. Следует писать и для того, чтобы частичку своей души передать другому. Это ваша работа, ваше творение. Естественно, передавать это можно только тогда, когда есть что передавать. Если же внутри пусто, то читатель ничего не получит, сколько бы он ни ожидал. В своих работах старайтесь передавать ободрение и вдохновение, Божью волю, его прощение. Вот цель, стоящая перед автором-христианином. И сделать это нужно красочно, одновременно обоснованно, настойчиво, но ненавязчиво коснуться струн души вашей аудитории, проведя по ним невидимым смычком слова. Вдохновение и чувства помогут прикоснуться не только в поэзии или художественной прозе. Курсовые и дипломные работы – прекрасная возможность освоить неповоротливый и сухой, как многие ошибочно считают, язык богословия, отточить свой слог и выразить свежую и пульсирующую жизнью мысль. Следует также представить себе, каков собирательный портрет читателя вашей работы. Будут ли это многочисленные пользователи мировой сети интернет или заранее известный суровый и придирчивый оппонент, может это доброжелательный научный руководитель или же ваши однокурсники. Все это поможет вам разумно распределить свои силы и время, четко представляя себе мотивы, движущие вами в работе. Понятно, что писать серьезные работы лучше всего тогда, когда есть о чем писать и когда есть настроение посвятить других в свои соображения. Ведь редко кому хочется читать вымученные тексты, написанные без соответствующего желания и настроения. Они совершаются медленнее или кое-как, и качество их намного хуже. Ведь богословие – это творческая наука, которая основывается на вдохновении. Откуда же взять вдохновение для написания работы? Или как вызвать в себе творческое настроение? Во-первых, должен быть свой взгляд на решение интересующей вас проблемы. Для того, чтобы он формировался, важно критически относиться к конкретным явлениям и научным фактам или изучить какую-то известную идею, которая нуждается в дальнейшей разработке. Логично, что без чтения книг здесь не обойтись. Во-вторых, скрываемую проблему нужно в какой-то мере пережить, дать ей улечься в голове. Поэтому темы письменных работ предлагаются на выбор заранее, с учетом необходимости их осмысления. Христианские писатели имеют огромные преимущества перед неверующими авторами в выборе поля исследований и обретений вдохновения. Это преимущество состоит в том, что откровение свыше не спосылается самим Господом. Здесь важным инструментом для получения вдохновения служит молитва. Вдохновение, отсутствие страха, уверенность в успехе и готовность к преобразованиям – таким должен быть ваш эмоциональный настрой. Правда, можно долго ждать вдохновения, так и не сделав нужную работу вовремя. Поэтому, в-третьих, важно уметь выделять приоритеты и планировать свою научно-исследовательскую деятельность. Учеными многократно доказана большая эффективность регулярной работы, по сравнению с наскоками и порывами в написании исследования. Таким образом, пишущий человек должен быть дисциплинирован. Он должен организовывать свое время так, чтобы ему хватило на настоящую творческую деятельность. В-четвертых, наличие конкретных сроков и необходимость отчета научному руководителю стимулируют появление вдохновения. Особенно правомерно это звучит в славянской культуре, где студент не привык качественно организовывать индивидуальную работу. Правда, существует мнение, что жесткие сроки уменьшают вдохновение, и это иногда справедливо. Поэтому научный руководитель и студент, они должны выбирать оптимальное количество времени для написания работы. Таким образом, вдохновение на написание богословских работ дается Господом тем, кто умеет усердно трудиться. Итак, в этой части лекции мы с вами попытались ответить на вопрос о том, зачем нужны письменные работы. Мы также сказали и о том, где следует брать вдохновение для написания работ. На следующей лекции мы рассмотрим стили написания письменных работ. Продолжение следует...